Приветствую! Меня зовут Джейми Флорес. Для меня честь сегодня обращаться к вам из этой студии в Израиле. И так как я уже сказал, меня зовут Джейми Флорес, сейчас я в израильском городе Хайфа в гостях у моего друга Леона Мазина в общине, возвращенной на Сион. Вначале расскажу немного о себе. Я женат на прекрасной женщине. Она мой прекрасный помощник. Все для меня. Ее зовут Джанет. И Господь благословил меня вот уже 34 годами жизни с ней. У нас два сына и уже два внука. Мы благословлены. И я бы хотел, чтобы история моей жизни, которую я сегодня поделюсь, была бы величественной, но на деле это история страданий и успеха. История, которая, как я надеюсь, коснется вашей жизни и даст вам надежду. Наверное, никогда прежде я не рассказывал о себе так много, как намереваюсь сделать сегодня. Я надеюсь, это благословит вас. Сейчас я в Израиле в гостях и для того, чтобы побыть в этой общине, но и, конечно, для того, чтобы насладиться достопримечательностями. Я верю на самом деле, что те обстоятельства, которые сегодня вокруг меня, это не следствие того, что я какой-то особенный муж Божий в своей семье или служении, которое называется «все для него». Но я верю, что все это лишь благодаря воле Бога Израиля и Иешуа Машеха, которому вся честь и слава, потому что только он может из кого-то подобного мне сделать того, кем я являюсь сегодня. И вскоре вы поймете, почему я так говорю. Как я и говорил, мне бы хотелось, чтобы моя история была лишь историей успеха, но в реальной жизни моя история несколько отличается от этого. Моя история — это история страданий, да, ведущих к успеху, и я полагаю, это применимо ко многим другим в этом мире. Думаю, потому Бог и провел меня самого через все это. Я родился в Гватемале, в Центральной Америке. Моя мама — урожденная аргентинка и итальянка, а мой отец — гватемалец. Это все, что я знаю. Я расскажу вам немного о моем детстве, а потом мы дойдем и до сегодняшнего дня. Я помню, когда мне было всего шесть лет, я впервые в своей жизни стал свидетелем убийства. Я видел, как моего соседа и друга избил до смерти его дед, а я стоял прямо там и все это видел. Это надолго ранило меня. Это была серьезная травма, за которой последовали ночные кошмары и ужасы в моей жизни. Когда мне было девять лет, мой отец оставил нас. Он бросил мою мать и моих братьев, и сестер. Да и до этого момента стоит сказать, что я рос с отцом при исполненном злости. Он постоянно оскорблял мою мать, братьев, сестер. И в это время все, что было в моей жизни, это злость, гнев. Я любил играть в футбол, играл в футбол, но отец постоянно мне говорил, ты никогда не будешь в этом хорош, никогда не достигнешь ничего, лучше брось это. Но я в своей семье в том возрасте играл с 16-летними пацанами. Несмотря на то, что обычно там все по возрасту, но они меня брали, говорили, что я хорош, но отец уводил меня с поля, не давал играть. Злость буквально выстраивала мою жизнь. Одного из моих любимых братьев убили. Я был свидетелем этого. Дядя его бывшей девушки переехал его машиной, и он умер. И последние секунды его жизни я был рядом с ним. Это все взращивало злость во мне. Но теперь моя злость включала в себя не только ненависть к окружающим, но и недовольство Богом. Я побоялся бы сказать, что я ненавидел Бога, но и согласиться с утверждениями Библии о Божьей любви к нам я не мог. Я и не мог поверить в то, что Бог, который говорил, что любит нас, позволил моему брату, который любил Бога и посвятил свою жизнь служению, умереть под колесами того автомобиля. Моего брата убили, когда ему было всего 19 лет. Я не мог поверить во все это. Моя злость, как вы можете видеть, она росла все больше и больше и больше. Все становилось все хуже. В 13 лет я принял решение убить человека, убившего моего брата. Также мне хотелось убить отца, потому что я ненавидел его всем своим сердцем. Я обвинял его во всех своих страданиях. И я присоединился к группе под названием Орпа. Это была группа революционеров в Гватемале. В то время они работали в студенческой среде. Я им сказал, что хочу присоединиться к ним, но мне надо было бы убить вот этого человека и этого. На что они ответили, нет проблем, мы поможем в этом. И слава Богу, что это так и не произошло. Так и не случилось. Я верю, потому что у Бога был свой план на мою жизнь. И я в это время все еще шел к этому плану. Когда меня поймали в этой группе революционно настроенных студентов, правительство дало мне 24 часа для того, чтобы я покинул страну. В тот момент мой дядя занимал пост президента авиационной компании Гватемалы, и он помог мне. Он сказал, я бы мог тебя сдать, но ради твоей матери я помогу тебе. И он взял мой паспорт, собрал необходимые документы, посадил меня на ближайший автобус и отправил в Соединенные Штаты Америки. И вот я, мальчишка, с 17 лет от роду отправился в страну, где совершенно не представляю, чего ожидать. Я знал наверняка только то, что они там говорят на совершенно другом языке. Я совершенно ничего не знал о людях там, и угадайте что? Во мне вновь поднималась злость. Вот я без гроша за душой оставил все, что знал мать, братьев, сестер, оставил их позади и отправился в место, которое совершенно не знал. Не знал ни что там со мной будет, ни кто может там мне помочь, как я вообще смогу там выжить. Когда я прибыл в Соединенные Штаты, я не верил, что кто-либо сможет меня полюбить, потому что я никогда в жизни не испытывал любовь. Я помню короткие беседы с мамой, короткие, потому что она вынуждена была всегда работать и постоянно была занята, чтобы растить нас, а отец оставил нас так, что у меня не было глубоких отношений ни с кем из них. Друзья мои, лучшие друзья, с которыми мы пили, курили марихуану, но когда стало тяжело, они отказались от меня и остались позади. Все это поднимало во мне злость. И вот я приехал в Соединенные Штаты в возрасте 17 лет. Это не было особо хорошим ощущением, приехать в страну с другой культурой, другим языком. Но я встретил эту юную девушку в церкви во время собрания, и я ей понравился. И я не мог поверить, что кому-то могу понравиться, ведь я не был хорошим человеком. Я не могу дать любви, не могу принять любовь от другого человека, потому что я просто не испытывал никогда это чувство. Но наши отношения все равно начались, и в то время, когда мы уже встречались, я почувствовал, что многое начало меняться в моей жизни. Она уже ходила в церковь и пригласила меня ходить с ней, и я ходил туда с ней, хотя, конечно, без особого посвящения Богу. Я ходил туда в первую очередь, чтобы увидеть ее. Ее родители приглашали меня, и я шел побыть с ней. Когда мы все еще встречались, у меня была студенческая виза, без права работать в США, и в один из дней мексиканские знакомые пригласили меня подработать всего один день. И в этот самый день иммиграционные власти пришли с проверкой. Было три часа пополудни, они спросили меня, откуда я. Я сокращу эту историю немного. Я ответил, что из Мексики, ведь иначе они бы отослали меня обратно в Гватемалу на верную смерть или заключение в тюрьме, а потом смерть. Еще один удар по моей жизни. И вновь поднимается злость, гнев. Больше, больше. Только думаешь, что все налаживается, а на деле становится хуже, хуже, хуже. И вот я еду в автобусе в Мексику, страну, в которой лишь раз был проездом, но совершенно был незнаком с этой ее частью, незнаком с людьми там. Я был в очень неудачном положении. Ничего хорошего мне не светило. Я очутился в Мексике, прося у людей на рынке подаяния и еды. Я помню, как моя мама говорила мне, «Сынок, я всегда даю бедным людям на пропитание, потому если ты когда-нибудь попросишь, тебе всегда дадут еды. Никогда не бойся просить еды. Всегда проси, я даю, чтобы тебе дали». Не знаю, предвидела ли моя мама будущее, но я действительно был голоден, и люди накормили меня. И так я был уже две недели в Мексике, и мне необходимо было заплатить кому-то, чтобы меня перевезли обратно в Соединенные Штаты. Я спал в горах, собирал в различных местах фрукты и овощи, чтобы прокормиться, ведь еды не было. В горах было холодно, и приходилось ночью греться и поддерживать костер, а днем, когда грело солнце, спать. Я уже не думал, что смогу вновь вернуться в Соединенные Штаты, снова быть рядом с моей возлюбленной. Но это произошло. Хотя и немало времени потребовалось для этого. И я тогда сказал своей жене, на тот момент еще девушке, что нам необходимо пожениться, чтобы я мог остаться в Соединенных Штатах. Мы никому не говорили об этом нашем плане, но люди вокруг все равно убеждали ее. Не вздумай выходить за этого человека, он нехорош для тебя, он употреблял наркотики, он пьет. Держись от него подальше, он плохой человек. Ничему хорошему он тебя не научит. И они были совершенно правы. Но она чувствовала призвание от Господа быть моей совершенной помощницей. Бог избрал ее. Она немало страдала из-за меня. И вот мы поженились. И у нас двое сыновей, а теперь уже и двое внуков. Но на тот момент, когда я все еще не знал Бога, определенные вещи менялись в моей жизни. Конечно, я выучился на инженера по электронике, получил различные дипломы. Я видел, как все начинает налаживаться, и думал, зачем мне теперь Бог? Я неплохо стал жить. Я стал, как говорят, материалистом. Каждые два года я менял машину, мы купили дом. Для большинства людей, скорее всего, это не так много значит. Но для меня, жившего в бедности до этого, переносившего лишения все это время, для меня это значило много. Все шло прекрасно. Мы открыли ресторан. Я не знал, что делать со всеми этими деньгами, и предложил жене вложиться в ресторан. Но дела с ним пошли весьма плохо. И вот в то время я на самом деле узнал Господа. Настал день, когда у меня больше не было денег для выплат по счетам. Все мои кредитные карточки были исчерпаны, и банки не хотели давать мне взаймы. И я взмолился к Богу. Я сказал ему, «Бог, мне нужно такое-то количество денег. Мне надо завтра выдать зарплату моим сотрудникам». И я понимал, что это не будет таким образом, что я открою дверь, и оттуда посыпятся деньги. Но я верил, что если ты Бог, ты можешь мне помочь. Можешь это сделать. Я сказал ему, «Я знаю людей других религий, и они не любят тебя, а я христианин». Вот остался ни с чем. И я молился, и молился, и молился. И в тот вечер ресторан принес такую прибыль, что это покрыло все расходы, и даже больше. То, что мы обычно зарабатывали за две недели, мы получили за один день. И в полночь, я помню, как мы наводили вместе там порядок, чистили, выносили мусор, и я сказал моим работникам, «Смотрите, это Бог». И я обещал Богу, что отдам Ему свою жизнь, если Он мне поможет, потому что до этого момента у меня не было денег расплатиться с вами завтра. И прямо там, на парковочной площадке, я встал на колени и сказал, «Господь, я посвящаю свою жизнь Тебе. И я обещаю Тебе, мой Господь, что если Ты войдешь в мою жизнь, я не останусь прежним». И Он вошел в мою жизнь. Начался процесс преображения. Грешил ли я после этого? Конечно. Все мы грешим. Мы всегда падаем. Но Библия говорит, что доколе мы живем в этом мире, мы будем страдать. Но есть огромная разница в том, чтобы страдать без Бога или проходить через страдания с Богом. Теперь Бог на моей стороне. Я могу в страдании положиться на Бога. Перенося боль, я могу сказать, «Боже, я отдаю Тебе свою боль». Я верю, что у Бога есть план для моей жизни. И для вас у Него есть план. Для тех, кто слушает нас сегодня, у Бога есть план для вас и для вас и для всех людей. Точно так же, как у Него был план для меня. Итак, в 2005 году Бог вложил в мое сердце желание начать это служение, которое называется «All for Him» – «Все для Него». Вы можете зайти в интернет онлайн, набрать «all for him.net» и узнать подробнее о нашем служении. Я верю, что успех этого служения как раз в том, что все для Него, для Его славы, не от наших дел. Я всегда отвечаю, когда люди спрашивают меня, в чем суть служения. Я отвечаю, что служение – это когда Бог действует через меня так, что Он может быть прославлен. Суть не в том, что я могу сделать для окружающих, суть в том, что Он может сделать через меня так, чтобы Его имя было прославлено. Итак, мы начали служение все для Него и принялись строить колодцы в отдаленных уголках джунглей Перу, построили центр кормления в Гватемале. Мы работаем с приютами и фостерными семьями, строим школы и церкви в Перу, Аргентине, Непале, Эфиопии, Камбоджи. Мы служим по всему миру. Но я искренне верю, что успех этого служения основан на том семени, что мы посеяли тут, в Израиле, в эту общину. Потому что это невероятно, то, что Бог делает через это служение. В то время, как вы смотрите эту запись, ко спасению приходят люди, о которых мы даже не знаем. Потому что дело не у нас. Дело в Нем. Моя история сегодня это не история о процветании. Как нынче стало модно проповедовать, и многие стали учить, говоря, что, дескать, нам нужно провозглашать несуществующие вещи, они придут в нашу жизнь и тому подобное. Ложь, следующая за ложью. Процветание – это то, что мы приходим к познанию Господа и начинаем Ему служить, начинаем понимать Его величие, Его силу, Его милость ко всем. Я молюсь, чтобы это свидетельство вдохновило вас. Библия говорит в послании эфесянам, что Бог снабдил нас всем необходимым для совершения дел Царства Его. Может ли Бог использовать кого-то подобного Мне, перенесшего страдания, совершившего огромное количество ошибок в жизни? Безусловно. Он может использовать и вас. Я молюсь, чтобы Божье благословение пришло и на вас, и на детей ваших, и на внуков, грядущее поколение. И я воздаю Ему всю славу и честь. Да благословит вас Господь. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.OasisDefisMedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...